Скрытые линии Честно, большое вам человеческое спасибо Это так неожиданно, но так приятно Вот ей-богу Павел Дубровский, традиционные наши скрытые линии Обзор политических технологий Что у нас происходит в мире И даже небольшое музыкальное сопровождение Тоже мы добавляем теперь К каждому нашему традиционному вторничному эфиру Павел, мы, конечно, наметили темы Но вы знаете, у меня вот какой вопрос Вот только что прошла информация в новостях Что на Бернинг-Мэне там застряло их Огромное количество людей Кто-нибудь уже из мужей Высказался по этому поводу Что за бардак творится Масса вот такого не встречается Но опять же, люди, которые приезжают на Бернинг-Мэн Скажем так Есть такой термин в компьютерных играх Дилей, задержка Когда вы на север зашли в контрстрайке Человеку встрояют куда-нибудь в голову А потом вы резко видите, что вы лежите А вас ножом в спину, извините, убили Я думаю, что 1% нашей аудитории поймет отсылку Но все равно И вот с Бернинг-Мэном тоже такой дилей происходит Почему? Потому что, ну, мое личное такое мнение Что люди, которые туда приезжают Они же пытаются себя, как бы так, духовно Через различные таблеточки Через различные... Всякие эмульсии Усилители вкуса Грибочки Да, 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 грибочки там всякие Не знаю, пирожочки Вот это все Маффины Они пытаются посмотреть Как можно по-другому жить И найти, возможно, какой-то дополнительный смысл в жизни Вот при этом чаще всего с какими-то иллюзиями Поэтому мне кажется, что первые сутки Когда все это происходило Люди даже не осознавали, что это не трип Не бэтт трип А что-то реалистичное на самом деле Действительно, дождь пошел Да, да, поэтому Может, я, конечно, слишком суров Но вот я к такому негативу отношусь Поэтому не знаю А так, если серьезно, если без шуток То да, тут организаторы, видимо Насколько я знаю, под такие мероприятия Закупают такие частные прогнозы погоды Это в России тоже у Яндекса можно купить Если вы организовываете мероприятия под открытым делом Я помню, раньше эти нашествия, по-моему, было Когда вот рок-то такие концерты Да, да, да Да, много известных таких хедлайнеров Музыкальных групп ярких И обычно закупали всегда Ну, смотрели То есть какой прогноз Вот буквально по территориям Буквально там по 100-200 метрам разбивкой Здесь, как мне показалось Видимо, мы решили, что Ну, что там, Невада Ну, солнце, жарко будет 42 градуса Зачем нам что-то там думать, продумывать И поэтому такие организационные моменты у них и всплыли Про политиков, честно скажу Я ничего не видел, чтобы обсуждали эту тему Я видел только что Вот сейчас обсуждает возраст политиков И сейчас, наверное, такая горячая тема Об этом мы тоже поговорим Но, кстати, Берлингон Вы знаете, меня навело на мысль То, что вы сказали, Павел Может быть, они их тогда Специально там на сутки зажали Чтоб те уже в себя пришли И потом уже можно выпускать А пока рановато Это, знаете, как Есть же Ну, есть такой термин Рехаб Во-во-во Да, вот Возможно, они поменяли концепцию Но никому не сказали Но никому не сказали об этом И уже пытаются людям объяснить Что надо немножко духовной практики По-другому выстраивать Мне кажется, по примеру хиппи Уже понятно, что ничего не получится Все равно они где-то там прорвутся Прорастут Они плавать начнут Лодками обзаведутся Да Палатка поплывала Ладно, мы ее наизнанку вывернем Собственно, еще страшного При этом не случится Ладно Предлагаю не переходить сейчас Сразу не заходить в тему Престарелых президентов Соединенных Штатов Америки И того, что им предстоит А также аналитических опросов Которые у нас состоялись Об этом мы поговорим Ну вот Музыкальная компания Это Лиминес Это не американская группа Но ее название Вполне, мне кажется Подходит к тому О чем мы будем говорить дальше Салвейшн Оно уже спасение Лиминес Салвейшн Павел Дубравский на связи Скрытые линии Всех политических тенденций Мы сейчас выясняем Политтехнолог Роговоритель Дубравский консалтинг Автотелеграм-канала Компейн и инсайдер Ну что ж В Америку В Америку 75% американцев Считают, что Байден Слишком старый Чтобы снова баллотироваться Это опрос The Wall Street Journal Буквально сегодня с утра Я его увидел Трампа же считают Слишком старым Всего 47% Вопрошенных Но при этом Байден Комментируя высказывания По поводу его возраста Заявил, что он с годами Становится только мудрее И продолжит политическую деятельность Кто-то сказал Знаете, что Байден Становится старым Так вот единственное Что приходит с возрастом Это немного мудрости Заявил 80-летний Байден Выступая в Белом доме В часть дня труда Это буквально вот На днях было Что скажете, Павел? Что же делать-то они будут? На самом деле Ничего делать не будут Здесь, знаете, как Если вот Говорить о наших мальчиках То Дональду Трампу 77 лет Байдену сейчас 80 лет А недавнейший казус Который произошел С лидером меньшинства Республиканского сената Митчем Макконнеллом 81 год И вот как раз Почему снова Это обсуждение вернулось Потому что Во время одной Из публичных конференций Где ему задали вопрос А будете ли вы Перезбираться В 2026 году Он сказал, что Вернее, как Он попытался ответить А потом Вот знаете, как Если кто-то видел В фильмах, как Деменцию показывают Он растерялся И у него начала Нижняя челюсть Скакать вверх-вниз И видно, что он растерялся То есть он как будто Забыл, где он находится Не понимал, что с ним происходит И если, например У того же самого Байдена Тоже были такие эпизоды То есть мы здесь не спекулируем На здоровье Мы, конечно, можем посмеяться У Байдена тоже Действительно были такие эпизоды У него есть проблемы Например, с ногами уже возрастные Такие систематические Из-за этого он с велосипеда падал С трапа самолета падал Постоянно, да Много таких видео Да, то есть Ну действительно постоянно Но у него И в силу его роста Он высокий Он, по-моему, больше там Чем метр восемьдесят пять У него к его возрасту Действительно есть проблемы И на сайте Белого дома Есть по каждому президенту Медицинские справки То есть их всех анализируют Но анализируют на состояние физическое Физиологическое Но никак не умственное Не ментальное По ментальному Их проверяют только на уровне работы Центральной нервной системы Ну то есть бьют молоточком По каким-то отдельным частям тела И смотрят, как реагирует тело Все То есть примерно этим Все ограничивается на самом деле И вот как раз Когда Митч Маконова То, что называется Замерз Завис Что в интернете это прозвали так Снова всплывает о дискуссии о том А нужен ли вообще верхний предел По ограничению возраста Будущих кандидатов в президенты Или вообще президентов Я здесь напомню Что в свое время Эта тема Ну она всплывает Не только с Байденом Она еще На дебатах 1984 года В США Всплыла Там тогда Рейган избирался Против своего оппонента Мандейла Вот как раз Он шел От демократической партии И видно было Что Рейган Очень устал Во время этих дебатов У него была такая Одышка Он вспотел И Ну то есть возрастной Просто возраст Берет свое буквально И его ведущий По-моему То ли после дебатов То ли под конец дебатов Спросил Вот господин Рейган Не кажется ли вам Что вот ваш возраст Это на самом деле Большая преграда И особенно большая преграда Для вашей там Потенциальной будущей победы Надо сказать Что он победил все таки Вот И Рейган ответил Что я не позволю возрасту Стать темой спекуляции Не как по отношению ко мне Потому что я чувствую себя Отлично И нет я не устал Так и по отношению К моим оппонентам Которые моложе Они естественно Были все моложе И второй раз Эта тема Вот сейчас Публично всплывает Опять же В связи с Джозефом Байном Потому что опросы Действительно показывают Что больше там Половины населения США Очень сильно переживает За его здоровье И есть такая Даже гипотетическая теория Что Байден Буквально из последних сил Сейчас идет На президентский срок Чтобы во время него По состоянию здоровья Сложить себе полномочия А мало кто Из российских зрителей И слушателей Знает Что на самом деле Камала Харрис Уже формально По-моему Два или три раза Исполнял его полномочия Как минимум Когда он был в августе В отпуске То есть она исполняла Была в Риву Временно исполняющую Обязанности президента Так и когда У Байдена были Проблемы со здоровьем Прошлой зимой То есть по-моему Там как раз в январе Он тоже в отпуск уезжал Восстанавливаться И лечиться Поэтому есть такая гипотеза Что он станет президентом Ну если станет президентом Потом уходит в отставку Ну не в отставку Слагает себе полномочия По состоянию здоровья И Камала Харрис Становится вместо Вице-президентом Президентом Соединенных Штатов Америки Первой чернокожей Женщиной Президентом США Выбор не Байдена А голосование За ту же самую По Мелу Харрис Да То есть Ну частично можно сказать Что так Плюс она хорошо проходит По Ну то что называется People of Color Разным этническим Меньшинствам Социально-этническим Группам Особенно афроамериканцам То есть они ее поддержат У нее хороший рейтинг И у Байдена тоже Среди афроамериканцев Если в сравнении С Трампом говорить Тоже хороший рейтинг Он выше чем у Трампа Вот именно среди афроамериканцев А это важный электорат У него на прошлых выборах 20-го года Была одна из самых высоких явок Причем еще среди молодого электората То есть Байден в 20-м году Смог объяснить Латиноамериканцам Афроамериканцам Особенно молодым Почему за него надо голосовать У Трампа это Получилось хуже Не знаю к счастью Или к сожалению Но вот по фактам так И сейчас Поэтому Есть одна вот такая Как раз эта теория О том что возможно Что если Байден побеждает То Камала Харрис Будущий президент США И поэтому Республиканцы Очень сильно Сейчас набросились на нее И поэтому же Она в ответ на это Пытается пересобрать Свой имидж Меняет публичное Позиционирование И сейчас начала Больше высказываться Больше выступать Ну А какие у них еще Могут быть варианты Там других вариантов Уже мне представляется нет Есть еще один показатель Павел Который хотел бы С вами обсудить Это так называемые Антирейтинги президента Которые также Составляются в Соединенных Штатах Вот буквально Накануне эфира Вы в том числе Сообщили что Антирейтинг Кого у нас С господина Байдена По-моему достиг 67 что ли процентов Каких-то там Сумасшедших цифр Или я ошибаюсь Поправьте меня Павел Тут немножко Я вам кидал про Борича Это президент Чили Да вот У него 67 процентов Но возвращаясь к Байдену Да у него тоже Антирейтинг Больше 51 процента То есть его антирейтинг Выше чем его рейтинг И начиная там С 16 Даже я бы сказал На самом деле с Обамы И можно частично Буша выделить Младшего Все таки антирейтинг Он часто Был выше чем рейтинг То есть такое есть В американской политике И к концу срока Очень часто Кандидаты и президенты Заканчивают больше С антирейтингом Потому что ну Невозможно всем нравиться И невозможно принять Очень часто Глобальные решения Особенно если это один срок Как было с тем же Самым Дональдом Трампом Смотрите Разговоры о возрасте Игорь из Татарстана Нам написал Конечно нужна верхняя граница Старческий маразм Никто не отменял И я не про болезнь в медицинском плане Я про то что он отрывается от реальности Не знаю чем живут Тридцати-сорокалетние Так как он в два-три раза старше И на его тридцать-сорок лет Жизнь была Совсем другой Продолжаются ли эти обсуждения И не подтолкнуло ли Очередной раз Не дало ли запал Не подлило ли бензину В том чтобы все таки Вернуться к Верхней планке Возраста предельного Игорь же Да Игорь написал Игорь спасибо за комментарии Я согласен Я по своему личному опыту скажу Что я например чувствую Вот мне 28 Я чувствую разницу с 18 летними Уже на уровне Хотя бы потребления информации Того где они ее берут Того что им нравится Тренды Вот сейчас в Москве Есть такое Слово тюбик Например Просто лексикон Я его услышал Я вот Супругу попросил объяснить Что это такое Значит что я не понимаю Я тоже не понимаю О чем вы сейчас говорите Честно Павел Какой тюбик Это такой Молодой человек Да 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 Ну типа знаешь Ботан Такой милый ботан Который бесперспективный Достаточно Но иногда он тебе нравится Я тоже гуглила Кстати Чтобы узнать Что это такое Да Хорошо То есть понимаете Да Там еще какие-то слова Я не знаю Просто их значения Поэтому я их не буду называть Вдруг это что-то совсем плохое И вот Я понимаю Что мы с ними В разных Уже даже в поп-культуре Совершенно разные То есть И по источникам информации И возможно по интересам И просто элементарно Как мы телефоном пользуемся Что я там не знаю В метро еду Я в телеграм просто зашел А они там может куда-то уже В другую Какую-то социальную сеть Или там видосы короткие Эти смотрят Вот То есть здесь есть Я с Игорем абсолютно согласен Особенно когда это Ну 80 лет И современный американец И современный американец 30 лет Или тот же самый Зумер По-моему Да называется Который помладше То есть Который в 2000-х годах родился И хотя Опять же Они голосуют за Байдена Но они голосуют за Байдена Потому что Демократическая партия Ценности прилагает за Байдена Байден как Сам по себе Вот если Трамп Он понятен С его набором ценностей То Байден Он менее понятен Он скорее За социальную справедливость Он за то Чтобы там Включить топ-10 лекарств Самых дорогих Для очень важных болезней Американцев в страховку То есть Он про такую Социалку я бы сказал А так Обсуждение того Чтобы ввести Вот верхний потолок Оно есть Но в США Есть закон О запрете дискриминации По возрасту По-моему Он был принят Чуть ли не В начале-середине 20-го века Его не могут ввести Даже для президентов Просто запрещено Дискриминировать Кого-либо угодно И на это Кстати Очень хорошо Ответил Майк Пенс Во время Во время дебатов Республиканских Вас спросили Вот глядя на Джозефа Байдена Как вы думаете Нужно ли ограничить Возраст Для американского Кандидата в президенты Он сказал Ну как бы Я бы вообще На самом деле Еще вел Проверку На ментальную состоятельность Для всех Кто работает в Вашингтоне Вот Чтобы понять Вообще Они правильной работой Занимаются или нет Это было бы хорошо Такие когнитивные тесты вести Но потом Если говоря серьезно Он добавил Что Нет Я считаю Что американский народ Должен сам Иметь право И совершать ошибку И сам выбирать За кого голосовать Если Ну американский народ Электорат решит Что да Вот мы видим человека Мы видим Что у него есть Какие-то ментальные сложности Возможно Гипотетически Но они все равно Имеют право За него проголосовать И как бы в этом Майк Пенс считает Что есть ценность То есть самой демократии Хотя здесь у них Ну конституционный республиканизм На самом деле Больше чем демократия Поэтому что Народ Электорат Имеет право Даже на ошибку А если за него Заранее решили Так Вот этот подходит Под критерием Это не подходит Под критерию То тогда Вот республиканские политики Считают Он тому подтверждение Что американцы Могут проголосовать За человека Который находится Под преследованием Да И который достаточно пожилой При этом Павел А есть какие-то примеры В других странах Допустим Где есть вот эта вот Верхняя планка И довольно успешно работает Я вот специально Перед эфиром посмотрел Я честно скажу Я не нашел То есть я увидел Единственное какое ограничение Есть на количество сроков Но опять же Самое классическое Это два срока Либо один срок По 6 и 7 лет По-моему в Мексике Если не путаю Один по 6 В условной Бразилии Там по-моему Два по 4 Либо по 5 Не если 26 По 4 получается Года В Казахстане По-моему Один по 7 В Узбекистане По-моему Два по 7 Если ничего не путаю Здесь могу чуть цифру путать Ну примерно так получается То есть мы видим Что глобально Есть такое разделение Вот именно по самим срокам Это либо два срока По там 4 Либо один или два срока Уже по там 6-7 лет Есть такое ограничение Чаще всего Оно работает на президентов Вот То есть не только На сенаторов На конгрессменов На парламентариев В разы меньше И вот именно Если говорить О возрастном ограничении Нет Я вообще не встречал Такого толком нет И тут в среднем Надо сказать Что если например Вести ограничения По возрасту В том же самом В США То мне кажется Что больше Семьдесят процентов Сенаторов Современных Не смогут Пройти планку По возрасту Если мы берем Старше 60 лет Потому что они Сильно старше И классическая политика Классический возраст Для начала Старта политической карьеры В США Если например Это в сенат Это 30 плюс лет Хотя Ну они там С чем-то имеют Право избираться Рассуждая не первый раз О том Что происходит В преддверии Выборов США Я лично прихожу К такому Очень странному выбору Если мы говорим О демократическом стане То фактически Это выборы Платформы Выборы партии Нежели выборы Какой-то личности Президента Но у республиканцев Мне кажется Все немножко по-иному Трамп Это скорее Выбор Трампа А не Голосование За республиканскую Повестку дня Не находите? Я считаю Так же Абсолютно Я с вами полностью согласен Что Трамп Сейчас это Не республиканская партия Несмотря на то Что Есть внутренняя Разделение Разных видов электората То есть избирателей Которые есть Внутререспубликанской партии Там есть условно Ультраконсерваторы Их там еще Альтрайты Да называют Хотя не совсем С этим согласен Есть например То что называется Там популисты Рабочего класса Вот такой сложный термин Тот же самый Роберт Жулиани К этим политикам И относится Хотя он там Сам по себе юрист И вот Много на самом деле Подразделений И вот Трамп Аккумулирует Примерно 40% Этих избирателей При том что Например В республиканских дебатах Он участия не принял Вместо этого Он с Такером Карлсоном Выпустил видео Где сейчас сидел И угрожал там Судье Который расследует Его дело Поэтому в этом плане Мне кажется Что вы абсолютно правы Трамп сейчас Это больше чем партия И Трамп сейчас Аккумулирует Протестный на самом деле Электорат Не только даже Своей республиканской партии Но еще и часть Демократической Откусывает И Неопределившегося Избирателя Который важнейший Избиратель Потому что именно он Решает кто победит На выборах Не только демократические Сторонники Не только республиканские Сторонники А вот именно он И Трамп сейчас Выражает ту боль Которая есть Ну может То что сказать У рабочего класса Но не в понимании Марксистской терминологии А в понимании людей Которые просто Там Средний уровень жизни И у них Работа со средним уровнем Зарплат То есть вот то Что называется США Когда у тебя там Скорее всего Ипотека на квартиру У тебя дети Ходят в школу Не могут выбрать Эту школу Потому что в США Достаточно с этим Сложно Есть привязка К территории И вот как раз Трамп вот их боль Выражает Потому что при Байдене Все-таки инфляция Выросла Она была там Чуть ли не рекордной Еще год назад Зимой 9-11 процентов Сейчас она Опустилась до 3 С чем-то Но для США Это много И при Трампе Она была по-моему 2,3-2,4 Почти весь его срок Даже когда была пандемия Можем ли мы говорить Что экономическая политика Становится Все более важной Для обычного избирателя И именно поэтому Он скорее склонен Склониться к Трампу При всей противоречивости Его фигуры Просто отдавая дань Экономическим успехам Республиканцев А вот тут знаете В чем сложность Что республиканцы Вот сами по себе Как партия Почему-то Вторые выборы подряд 20-й год Вернее 22-й год И сейчас Выборы 24-го года Которые президентские Будут скоро Не говорят на самом деле Про экономику То есть ключевая повестка Это южная граница США Миграционный кризис Особенно нелегальная миграция Это вопрос Наркотических средств Осуждаем если что Запрещены к употреблению На территории РФ Вот то что через Мексиканскую границу Проходит Это вопрос борьбы С операциями по смене пола То есть водители Такой глобальный бан Федеральный То есть федеральный запрет На территорию США Или нет И вопрос еще абортов И даже если мы посмотрим И международная политика Россия Украина Китай И даже если мы сейчас Посмотрим на дебаты Которые прошли Я их дважды посмотрел Один раз просто Чтобы кайфануть А второй раз уже Ну как эксперт Для того чтобы все выписать Что обсуждали Понять что было важно Политикам и избирателям Не обсуждалась экономика Ну то есть Она вначале обсуждалась Блок Почему у нас все плохо Виноват Байден Виновата Байдена экономика И высокая инфляция Все Что вы предлагаете А давайте обсудим Миграционный кризис И наши войска На южной границе С Мексикой Что мы будем делать Очень мало обсудили Демократы В отличие от них Байден Сколько Три-четыре дня назад Наверное подписал Введение новых лекарств Которые в страховку попадают Десять дорогих лекарств Это уже коснется Девять миллионов человек Он подписал законопроект О том что можно Ну не то чтобы списать долг Но легче отдавать студенческие долги По-моему 140 Ой 43 миллионов Американцев коснется И суммарно там 163 миллиарда долларов По-моему То есть он все-таки Подписал этот законопроект По поводу студенческих грантов Другой Другой Он сделал программу Которая позволяет Вот по сути знаете Как если вы ходите В тренажерный зал Ну в Москву Там Питер Вы имеете право Вычет налоговую Получить в конце года За то что вы спортом занимаетесь Это после 2021 года Пандемии ввели И то же самое Если дети например На платной основе Учились в университете В России Тоже по-моему Есть налоговый вычет Там то ли 13 процентов Составляют То ли что-то такое Вот эта программа Примерно такая же То есть у вас Меньший процент Этот процент Можно реструктуризировать Его можно отдавать дольше И суммарно Вы по деньгам Платите меньше Да Но это не то Все прощения долгов Которые он обещал То есть нет Ни в коем случае Ему бы не дали сделать Давайте немножко Передохнем Павел И после этого Перенесемся в другую Америку Латинскую Бизнес новости Дубравский У нас на связи Перенесемся В Америку Латинскую Что же там в Чили Там во-первых Антирейтинг Давайте с него начнем Коль я уже так Прононсировал Что там президенты Чили 67 процентов Антирейтинг Все Беда Да Надо сказать Что это Борич Такой президент Он То что часто называют В американских СМИ Латиноамериканских СМИ Бывший студент На самом деле Он не просто бывший студент Он Хотя он выглядит Действительно до сих пор Иногда как студент У него татуировки Он носит такую белую рубашку Вытаскивая из брюк Как-то Шиворот на выворот Если можно так сказать Часто засучивает рукава Как Обама это делал Помните С белой рубашкой И еще такие у него Роговые очки Очень красивые И его в целом Ну он такой вот Выглядит как новый типаж Политика Молодой прям То есть на него смотришь Говоришь Он молодой То есть это считывает Любая там фокус-группа Любой социологический исследователь И мне кажется Любой человек в любой стране То есть ну смотришь на Трампа Он такой возрастной живчик Можно так сказать Смотришь на Байдена Он человек Которым уже интереснее О том Сколько у него пенсии Смотришь на Смотришь на Борюще Видишь на молодой парень Но он на самом деле Участвовал в протестах Которые Чили захлестнули В 2019 году Там формальный прецедент Что там буквально На 4 цента поднялись Стоимость метро Но на самом деле Жизнь в Чили Она дорогая И разрыв между самыми богатыми И самыми бедными Там более чем По-моему 36% По доходам А это на самом деле Серьезно И вот он как раз На этой волне Стал президентом Пообещал новую конституцию Это все было 2020 и 2021 годы В итоге Ничего у них С конституцией новой Не получилось Хотя они сначала Собрали свою ассамблею Для того чтобы Принять конституцию Нужно собрать Гидиальная ассамблея Да и все там Все левые взгляды Повели Троцкисты Коммунисты Киберкоммунисты Я не знаю Кибертроцкисты А это кто? Подождите Вы понимаете Киберкоммунисты Кибертроцкисты Это кто это? Это что-то из Тимбанка По-моему Я чуть-чуть утрирую Там просто Есть различия Более радикальные левые Медиа радикальные левые Я сейчас так чуть утрирую Но я немножко прав Немножко я прав В том плане Что немножко у них Дискурс был похож Почему? Там один из представителей По-моему Республиканской партии Один из немногих Кто попал То есть в таких правых партий Консервативных партий Он говорил Что я вот сижу сейчас На ассамблее И мы на полном серьезе Вот у меня коллеги обсуждают Как бы троцкистов Можно допускать Вообще до принятия Вот участия В составлении Конституции Или нельзя И они вот на своей Такой левой идеологической платформе Спорят с друг с другом Хотя это там Конституционная ассамблея То есть орган Который должен Разрабатывать Конституцию И там действительно Вот такие вопросы Обсуждались Для понимания Просто наших слушателей Что Ну насколько вот Левый этот орган Получился И насколько левую Конституцию Они потом предложили И по итогу Референдум по Конституции Проходит По-моему Сегодня прошлого года И с ничего не путаю И что же Что же Что же мы видим Что большинство населения В каждом регионе То есть представьте Вот как в России В каждом регионе Большинство было бы против И у них то же самое Причем даже в тех регионах Где напрягиваются Вопрос с тем Что у них Вода Как вот ресурс Он не подлежит народу Это частно Он приватизирован Еще после Пиночетовской Конституции То есть Из-за нее по сути И в некоторых регионах Это Ну буквально большая проблема То есть что Там компании Эту воду Продаются по огромным ценам И местонаселения региона Особенно то что называется Коренные народы Ничего с этим не могут сделать И даже они проголосовали Против этой новой Конституции Потому что Это сверх левая Вот идеальная Конституция На 200 страниц Там по-моему Целых два томика Получилось Вот такого огромного текста Естественно Никто его не читал Ну никто не будет читать Целую книгу За которую надо проголосовать Все проголосовали против Окей Левые официально проиграли Борич признал поражение К чести и достоинству Ему И всех людей Там Политических Стаблишмента Левых взглядов Они признали поражение Не говорили Ой чилийцы не тот народ Ничего не поняли Что мы хотели Они сказали Окей Мы запрос услышали Давайте вместе работать На нашем будущем Мы все чилийцы И не важно Какие у нас политические взгляды Мы все одна нация Мы весь один народ После этого Они проводят новые выборы Уже В новую очередь На собрание Но уже с изменениями То есть больше экспертов Должно быть Сам орган меньше По себе должен быть Нет определенных квот То есть есть квоты Опять же для коренных народов Ну по-моему Она совсем там небольшая И по-моему в этот раз Даже ей не воспользовались толком И побеждают правые Причем что самое интересное Побеждает партия человека Который Боричу проиграл В прошлый раз На президентских выборах По-моему Каст его зовут То есть такое Право-консервативная политика Он ему проиграл И здесь получается Буквально через два года после Его партия Берет такой реванш Можно сказать Идеологический Даже психологический И теперь правый консерватор Будет новую конституцию прилагать Как раз То ли 7-го То ли 8-го Августа У них было одно из первых заседаний И сейчас они разрабатывают Такую умеренную конституцию Потому что несмотря на то Что они сами там Право-консерваторы Они хотят сделать просто Хорошую нормальную конституцию И избавиться от Пиночетовского прошлого Хотя их критики Обвиняют как раз В противоположном Что они хотят наоборот Там сделать чуть ли еще не хуже И на всем Вот на фоне этого Вот последние два года Боричу не удается Не реализовать Ни один из своих крупных проектов То есть он пришел Буквально с идеей Мы построим новый мир А цитата Пиночетовское наследие Отправиться в могилу Вместе с Пиночетовской конституцией Это был его предвыборный Лозунг буквально Он не смог реализовать Ни одного из своих обещаний И его антирейтинг Поэтому сейчас составляет 67% Тут надо сказать Что в целом У чилийских президентов Он достаточно высокий Всегда больше там 45-50% Но у него особенно высокий Потому что буквально Не может ничего реализовать Буквально его кабинет министров От таких представителей Радикально левых Становится все более умеренным С каждым там Двумя-тремя месяцами Еще более умеренный Потому что ему приходится Идти на уступки Он понимает Что например В парламенте Или в этой национальной ассамблее У него уже сложности Он не может проводить Свои инициативы Поэтому рейтинг падает И проблемы Которые он обещал решить Ни одна из них не решена У него просто не получилось У него нет Элементарной Программы видения Которая могла бы это решить Кроме того Что мы хотели сделать Новую конституцию У нас ничего не получилось Ну как анекдот Нельзя же выйти к народу Сказать Так же не получится И какой выход тогда Они будут ждать Очередных выборов Чтобы изменить конституцию Вы кстати Простите мою безграмотность Я вот честно не знал Что они до сих пор живут По конституции Пиночетовской Фактически Да То есть до сих пор Они пытались По-моему Два или три раза В начале 2000-х Ее поменять Там есть были По-моему Вносились справки Вот здесь точно не помню По-моему Вносились справки Но не было Правки Знаете Как у нас По-моему Вторая глава конституции Она Ее невозможно изменить Там без То есть нужно Конституционное большинство Буквально Чтобы как-то изменить Либо Часто во многих странах Вам надо менять Всю конституцию Чтобы поменять Там вторую главу О правах И обязанностях Человека-гражданина Вот у них тоже С этим сложности Поэтому там были Точечные такие припарки Я бы сказал Но ни в коем случае Не было именно Классического изменения И да Они действительно живут По ней Которую часто называют Еще либеральной Такой неолиберальной Конституцией Есть такой термин Он не тот либералист Который мы в России Понимаем Гиперкапитализм Ну чилийские ученые Его часто называют Что вот это Конституция Там гиперкапитализма Ну у них например Нет права на жильев По конституции У них например Приватизирована вода Как ресурс в стране То есть им можно Его приватизировать То есть всю воду Вообще все реки Там и прочее И в этом естественно Сложность И поэтому они Хотели что-то поменять Но сейчас Отвечая на ваш вопрос 17 декабря Будет новый референдум Ну племисцит И как раз Вот там будет Скорее всего Представлен проект Другой политической силы Консерваторов Или можно сказать Просто в целом правых Потому что Там в республиканской партии У них несколько Представителей У них там коалиция И что самое интересное Что у них по-моему Три пятых есть То есть они могут Даже с оставшимися левыми Которые прошли К ним в этот Национальную ассамблею Новый конституционный совет Который принимает Этот документ Они могут Не учитывать их мнение На самом деле Потому что у них просто Ну абсолютное большинство Практически То есть это Получается парламент Одной партии Франции А ну да С другой стороны Я спрашиваю Где я сижу В конце концов Чего я удивляюсь Не тебе бы удивляться Ну все равно Что тут удивляться Да но это не парламент Это вот спецорган То есть они создали спецорган Что тогда Приборичи Ну и сейчас тоже Приборичи Сначала он был левый Он был большой А теперь он правый И маленький Хорошее название Спецорган Мне нравится Спецорган Мне кажется Его тоже пора применять Давайте не будем Подсказывать Сейчас подскажем И что-нибудь такое организовать Записано Большое человеческое спасибо Мы скажем Павлу Дубравскому Политтехнологу Руководителю Дубравской консалтинг Автору телеграм-канала Компейн инсайдер Павел А попрощаемся мы с вами В вашей же песне Вы как раз Хотели добавить Немножко Латиноамериканского Настроения Сегодняшнее И вот по вашей же Просьбе Сейчас я даже знаю Как же называется Эта композиция Может быть подведете К ней сами Что это такие За ребята Кони Фрэнсис С композицией Малагуэна Маладжэна Наверное Как-нибудь так это читается Малакенья По-моему Там Н мягкая Должна читаться Пошли с этим Значком Это сам На самом деле Эта певица Больше известна Своими англоязычными Песнями Вот Но я ее здесь поставил Почему Потому что она Эта песня про любовь Такую страстную любовь Где она Испытывает весь спектр эмоций Которая только может быть И мне кажется Это показывает Таких латиноамериканцев Хотя наверное Может стереотипно По моему общению По моему опыту путешествиям Вот именно что Они эмоционально Открытые Добродушные И вот в политике К сожалению Они немножко другие Потому что мы знаем С вами обсуждали Левая ленция То есть когда они Через ненависть Насилие и прочее Решают свои политические вопросы И вот мне показалось Что эта песня Она хорошо сейчас Как раз К Боричу подходит И к тому Что в Чили происходит Потому что какие бы конфликты У них не были Между там левыми Правыми Консерваторами Либералами Они любят свою страну И пытаются сделать ей Что-то хорошее Сделать ей подарок И сделать для будущих поколений Классное Интересное будущее Спасибо Павлу Дубравскому И скрытым линиям Традиционным повторникам До свидания Утро под серебряным дождем И песня сейчас была Хроматикс Той Это мы сразу же уточняем Наши уважаемые слушатели Классные ребята Которые спрашивали Что же нас сегодня ждет Давайте несколько анонсов В конце этого эфира Во-первых Новая программа Дебютирует Да, сегодня у нас стартует Программа Эдуарда Каневского Которая называется Начну со вторника И посвящена она будет Фитнесу, дорогие друзья Здоровому образу жизни И всему с этим сопряженному В 20.00 подключайтесь Эдуард обещал сегодня Кстати, рассказать Почему тренеры Многие в спортзалах Берут такую огромную цену За свои услуги Как эту цену снизить На самом деле За что вы переплачиваете И стоит ли им платить Можно за одно сказать Да, да, да Я обещала ответить Кстати, на все ваши вопросы Так что обязательно подключайтесь Пишите свои сообщения Он будет очень рад Да, мне будет интересно Послушать Потому что мне всегда Интересовал один вопрос А вот эти ребята Которые фитнес-тренерами являются Они проверяют вообще Медицинские показатели И учитывают Влияние Медицинское состояние здоровья Человека Которого они начинают тренировать Прибегать к интенсивным тренировкам Не убедившись в том Что у человека Допустим Сердце работает нормально Это как-то, знаете ли Палка о двух концах Страшновато Страшновато Ну и наконец Сразу же Буквально через несколько минут Программа Все что движется Обсудим Что у нас происходит На рынке новых Поддержанных автомобилей Почему вчера На Санкт-Петербургской бирже Был побит Очередной ценовой рекорд Бензин подорожал Конечно же жутко И он будет дорожать Еще больше Олег Косипов Традиционно Составит мне компанию Ну и наконец Под занавес Сегодняшнее утро Сегодня ведь День рождения Фредди Меркури А мы чуть не забыли Мы чуть не забыли Спасибо нашим слушателям Что вы нам подсказываете Напоминаете о таких событиях И поэтому Наверное Хочется сегодняшнее Вторничное утро Завершить Замечательные композиции Группы Квинн Ае Ае Я прощаюсь до завтра Таняш Спасибо тебе большое До завтра Ну в конце Квинн I want to break free